Всем привет! Сегодня 11-й день нашего отдыха, и мы отправляемся на остров Пхи-Пхи. Включили наши boarding pass, билеты, и отправляемся на кораблик. Красивая у меня розовая сумочка. Да. Всем привет! Мы отправились на красивом большом пароме на остров Пхи-Пхи. Мы сидим в нижнем отделе, там кондиционеры, прохладник, а многие вот здесь на верхней палубе принимают солнечные ванны. Но здесь слишком жарко, поэтому мы сюда пришли только пофоткаться и поснимать видео. Вокруг очень красиво, погода просто обалденная. Вот там видно малюсенький островочек, а ехать нам где-то 45 минут, вроде бы, мы сами не уверены в этом до конца. Мы приехали на остров Пхи-Пхи. Мы приехали сюда без экскурсовода, без какой-либо конкретной программы. И, честно говоря, мы даже не знаем, куда нам идти. Первое, что нам нужно сделать, это забронировать нам какую-нибудь гостинку. И нам, видимо, нужно куда-то подальше чуть-чуть проехать, чтобы найти нормальную гостинку, недорогую. Вот, экскурсовод у нас, вот Марина, она покажет нам остров, расскажет все. У нее есть документация с собой, брошюры, брошюры. Опять бабки какие-то хотят с нас трясти постоянно, какой-то обман какой-то все время. Здесь, на острове, когда приезжаешь, куча каких-то там странных личностей предлагает заселиться в отеле и помочь с расселением. Но мы, как бы, уже научены горькими опытами и вообще не доверяем всяким левым людям. Мы пошли просто по острову, встретили двух туристов, узнали у них, где проходит тусовка, где самые нормальные отели. И вот сейчас мы идем по пляжу, здесь безумная красота. У нас мало времени, чтобы искупаться даже, потому что уже 4 часа. Все равно мы очень рады, что сюда приехали. И сейчас, главное, побыстрее найти какой-нибудь недорогой отель. Вам фактически одну ночь поспать, там, не знаю, пару часов и все. Надеюсь, мы это быстренько сделаем. Вон мои пупсы идут сзади. Пупсики! Нашли вот такие вот забавные маленькие домики. И внутри очень симпатичные. Мы даже сейчас вот думаем, что из-за того, что тут так мило и симпатично, может, они не такие уж и дешевые, как нам показалось в первый взгляд. Сейчас главное найти ресепшн. А вообще супер, прямо около пляжа. Можно вообще прям за пару минут дойти до пляжа и до тусовки, и до всего. Мне очень нравятся такие домики. Там как в деревне. Мы гуляем по острову Пхи-Пхи. Нам не понравился пляж, потому что был отлив. Там были одни сплошные камни. Это было ужасно. Оказывается, здесь с утра все купаются, а вечером все уже готовятся на тусовки. Но в любом случае, даже несмотря на то, что нам не понравился пляж, сам остров нам безумно нравится. Атмосфера здесь, местечки, цены. Вы говорили, что здесь дорого. Не знаю, здесь дешевле, чем на Пхукете. Я пью клубнично-банановый шейк и кушаю пончик из кокоса. Он очень-очень сладкий и безумно вкусный. В общем, здесь очень много всяких продается ништяков, которых нет на Пхукете и в другом тайе, поэтому мы сейчас ходим, осматриваемся, кушаем вкусняшки. Еще я кушала пиццу только что. Она была божественная. Просто кусочек пиццы на улице, и он был очень вкусный, безумный. Вот так здесь готовятся пончики с кокосом, похожие на маленькие сырнички. Они упаковывают вот в такую нилашковую бумажку и дают Маринке. Не можем спокойно пройти мимо и вообще где-нибудь залепить, потому что все время зависаем в витринах, магазинах, где продают всякие фенечки, пазаточки, штучки такие вот. На улице продают вот такие вот ведерки, в которых лежат Кока-Кола. Энергетика и какой-то алкогольный напиток. Стоит это адские копейки, например, 160 рублей. Можно это все купить, смешать в ведре и все. И получится такое нечто. Всем привет! Маринка точно. Очень-очень вкусный блинчик с колбаской, с овощами и сыром. Ням-ням. Мы вчера проводили вечерок вот в этом баре, который называется Стоун. И здесь есть вывески Welcome на разных языках. И вот, почему-то в русской версии написано приветствовать. И с ошибкой. Буква И как будто Н. Каждый вечер у них проходит фаер-шоу и фаер-игра. Вчера мы как раз смотрели это шоу и участвовали в играх. Во всяких конкурсах, играх. Атмосферка тут прям как на Ибице. Очень европейзирована. Классно здесь фаер-шоу делают. Единственное, конечно, мне кажется, что так опасненько. Ну вот Наташка видела девушку, у нее вообще огромный ожог был. Мы отправляемся на кораблик и обратно на Пакет. Вот Росик. Устал. Можете меня поздравить, я сгорела. Я красная, как рак. У меня дико болят плечи. Лицо тоже краснющее. Перестараюсь сегодня немножко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова